Приветствую зрителей моего канала! Сегодня я хочу приготовить очень простые, но от этого не менее вкусные тыквенные оладьи. Раскрою свой секрет этих нежных блинчиков красивого золотистого цвета и расскажу максимально быстро приготовить их на завтрак. Безусловно, это один из самых удачных рецептов оладьи из тыквы. Рецепт вы можете видеть на экране, а также в описании под видео. Ну а прежде чем мы начнем, поддержите пожалуйста мой канал лайком и подпиской, так я буду знать, что мой труд не напрасен. Для начала тыкву очищаем, достаем мякоть и семечки. Затем нарезаем ее на кусочки 2-3 см. И вот один из моих секретов. Тыкву для оладьи необходимо отварить, если мы хотим получить нежные и мягкие оладьи. В противном случае мы будем ощущать ее полусырые волокна, потому что снаружи уже будет образовываться корочка, а в середине она будет еще не готова, даже если натереть ее на мелкой терке. Отправляем кусочки в кастрюлю и заливаем водой. Будем варить ее минут 25-30 до готовности. Далее остывшую тыкву перекладываем в миску и измельчаем с помощью блендера. Если вы хотите приготовить такие оладьи быстро на завтрак, вы можете накануне вечером отварить тыкву, а уже с утра ее остывшую пюрировать. Так весь процесс до завтрака будет быстрее. Добавляем соль, сахар, разрыхлитель и муку. Все перемешиваем лопаткой. А любите ли вы тыкву? И если да, то что вы из нее готовите? Напишите мне об этом в комментариях. Должно получиться тесто по консистенции, как на оладьи, или же, как говорят, похожее на густую сметану. Выпекаем оладьи на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Количество масла можно смело регулировать по своим вкусовым предпочтениям, так как они весьма хорошо жарятся и на небольшом количестве масла. Через 3-5 минут оладьи можно перевернуть и запечь с другой стороны на среднем огне. Размер оладьи с тыквой можно выбирать самим и крупные блинчики и мелкие оладушки, потому что тесто отлично держит свою форму. Подавать готовые золотистые оладьи из тыквы следует теплыми, полив их медом или сметаной. Нежные и мягкие оладьи очень вкусные и полезные одновременно. От таких оладий не откажутся даже дети. Попробуйте их приготовить и я уверена, они вам понравятся. Понравилось видео? Тогда ставьте лайк и подписывайтесь. Я же говорю вам спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!